Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу мануальную терапию с поясницей, ну и с грудным отделом, когда перевернули клиента животом вверх. Или, как я в шутку говорю, ливерной частью к солнцу, филийной частью в ад. Так, смотрите, мы продолжаем растягивать с поясницу, да? Ну, во-первых, можно взять аккуратно за щиколотки, да, и мягко потянуть с покачиваниями. При этом, если я в столбце немножко упираюсь, чтобы он не ехал. Чем выше вы поднимете, тем сильнее будет натяжение. Чувствуешь, да? Вот, еще мягче это будет выглядеть, если вы все-таки возьмете полотенце, либо простынь. Немножко вот так скрутим его колбаской. И просунем через ноги. Чтоб захват был лучше, можно просунуть вот здесь. Вот такой вот оперализированный узелок. За него тянуть гораздо удобнее. С мягкими покачиваниями. Если с какой-то стороны мы уже обнаружили, да, крестцово-поясничное сочленение вот там вот зажато, да, то желательно его растянуть именно, соответственно, в противоположную сторону. Но для этого нужно либо, чтобы человек держался крепко, чтобы таз не ездил, да, либо кого-то попросить, чтобы он стоял здесь и держался от стороны. Вот, да, здесь, пожалуйста, упор. Для примера просто показываю, да. Вот мы тянем, растягиваем сначала с небольшим уклоном в противоположную сторону. И потом, как вы почувствуете, когда подготовили, да, у вас должна быть достаточная чувствительность в руках. И после этого такой клювок резкий. Итак, следующий прием для работы с поясницей раскрепощения. Складываем ноги вот так вот перпендикулярно. Пока, если совсем тяжело сложение у человека, да, начинаем вот с перпендикулярно. Перпендикулярно столу, да, вот с этого положения. Давим на коленки сверху. И такими вот микродвижениями стараемся расшатать крестцово-подвздошность и шинения. Когда человек, ну, не такая у него жесткая стадия, он уже позволяет достаточно ноги согнуть, да, можно их вот так и согнуть обе ноги. И через них, вот с такими поворотами, видите, таз как ходит, расшатывать его. И так же по очереди. Вот так, чуть-чуть. Вот таким вот приемом. Потом можно, если у человека грыжа, ноги вообще не сможете вот так поднять. Вот, кстати, для вас тоже некоторый тест. Даже одну ногу сама не поднимай. Вот даже, даже не самостоятельно, а расслабь-слабь-слабь. Даже если вы ему поднимаете, он, как правило, вот выше уже не сможет поднять. Соответственно, здесь грыжа излечена. Там вообще-то были протрузии, да, сейчас нормально, невольно, да? Вот так, в принципе, это может даже человек самостоятельно делать. Схватив себе за коленки, да, и вот немножко, да, не сильно, не сильно, вот такими легкими, покачивающими движениями по очереди. Немножко со скруткой, вот с такой. Расшатать себе поясницу. Это даже можно в домашнем условии самой себе помочь. Далее, мы работаем с ногами по одной ноге. Растянули в этом направлении. Растянули в этом направлении, чтобы нам не скользило. Второй рукой придерживаемся. А захват получается вот такой вот. Растянули в направлении по диагонали к противоположным ребрам. Здесь вот хорошо тянутся вот эти вот мышцы, да? Вторая растяжка. Вот такая. Упираемся в голень, не в коленку, а в голень. И тянем по направлению бедра, бедренной кости. А здесь упираемся, соответственно, мягко вот в этот гребень подвздошной кости, так, чтобы он лег между подушечками вашей руки, чтобы не передавливать лимфоузлы и не давить на косточку. Следующее растяжение в противоположную сторону, тогда упираемся в противоположный гребень подвздошной кости. Вот. И тут можно тоже дойти до страста. Просто, может, стянули до преднапряжения. Не больно здесь? Ну, потом резко нажали. Если у человека позволяет гибкость, можно даже ногу на ногу положить. Так. Ну, просто, например, покажу, чтобы было видно с этой стороны. Вот. Какие-то проблемы. Вот. То есть мы, раскачивая, доводим, как во всех остальных приемах, помните, до самого напряженного места, и только после этого на растяжение делаем тракцию. То есть, ну, как бы, вот эта спираль все равно у нас остается в разные стороны. Вот так вот мы разворачиваем. Можно услышать щелчок именно в кресово-поздушных сочленения. Если нам нужно, в самом сложном случае, когда позвонки, они не вышли наружу, да, а ушли внутрь, их тоже можно вытащить, когда мы сгибаем коленки вот так. Поднимаем второй рукой таз. И делаем, вот опять, сначала несколько приемов тракции, и потом вот раз, два, раз. Вот так вот. И то же самое можно сделать с грудной клеткой. Когда руки складываем вот так, за голову у человека поднимаем. Находим тот позвонок. Ну, кстати, с той стороны я тоже руку клал на тот позвонок, который нас интересует. Точнее, чуть от позвонка, соответственно, на один позвонок я клал руку ближе к ногам. Здесь, соответственно, ближе к голове, потому что тянем мы верхний позвонок, продолжая делать декомпрессию. Вот насколько человек, насколько его организм может позволить. Вот, нашли этот позвонок, да? И через локти раз, даем его в грудную клетку. Если локти мешают, надо пониже, да? Можно через... Через прямо в грудную клетку. Кофе может выдавиться, да? Вот, соответственно, тут смотрите, какой силы приложения, куда идет. Вот помните, я вам говорил, что ребра, они идут чуть вниз, да? Прежде чем касаются грудины. Соответственно, руку мы кладем на позвонок чуть выше, чтобы его растянуть, да? А спереди руку, упор давления делаем, сантиметров на 5, на 7, чуть ниже. Улучшается давление именно в тот самый позвонок, какой нас интересует. Это вот для вот этого приема, когда мы давим через грудную клетку. Так. Ну все, давайте это отработаем. Заключайте камеру. Продолжим в следующем видеоролике, еще кое-что интересное покажу.